Мы видим рычание азербайджанского барана, говорящего о кукаренькане французского петуха. Значит, азербайджанскому барану Алиеву я хочу сказать, что скоро вот это кукаренькане армянских покровителей, как он их называет, а в действительности это реальные истинные союзники Демократической независимой республики Армения, они вот установят справедливость в регионе Южного Кавказа и военный преступник Алиев, вместо того, чтобы бравировать своим вот этими речами и новым положением, следует задуматься о своем будущем статусе в качестве обвиняемого в ГАКском трибунале. Никакого военного поражения не было, Армения не проиграла эту войну, Армению насильно и вот методом грубого шантажа вели к капитуляции, связав руки Армении. Этому способствовали также и предательские лидеры Пашинян и его команда, саботируя мобилизацию внутри страны и отвергая многочисленные предложения о военной помощи со стороны западных и не только западных стран. Так что Алиев прекрасно знает, какой ценой ему далась эта победа и то, что он вот так судорожно говорит о том, что проигравший Армения ведет себя неподобающим образом, говорит о том, что он прекрасно знает, что правда на нашей стороне. То есть это страх в его речи чувствуется? Это страх, это предчувствие будущего неизбежного краха, это предчувствие того, что скоро Запад полностью войдет в регион Южного Кавказа и с помощью новой власти в Армении установит справедливость в регионе. И тогда посмотрим, кто из нас будет кукарекать или рычать. Будем мотах делать? Извините. Бараны на заклане? И это тоже, да, и это тоже. Алиев должен подумать о своем будущем в качестве военного преступника, сидящего на скамье под судим Гагского трибунала. Есть множество данных о военных преступлениях Алиевского режима, начиная от фосфорных, кассетных запрещенных бомб и кончая издевательствами над военнопленными, издевательствами над трупами солдат, убийствами гражданского населения. Я напомню, что эти преступления были совершены также и во время сентябрьской агрессии. Не буду перечислять эти факты, эти фотографии. Они фигурируют в соцсетях. Это все задокументировано. Придет время, когда новая власть в Армении во всеуслышание и на государственном официальном уровне обратится в Международный суд ООН с требованием призвать к ответу Алиевский режим. Значит, в международном праве есть такое понятие, что сила не рождает права. То есть, тот статус-кво и то право, которое ты получил в результате преступного применения силы, не является легитимным. Новый статус-кво образовался на Южном Кавказе в результате агрессии, в результате применения силы, а это нарушение обязательств, которые Азербайджан брал на себя в рамках Минской группы. Это нарушение всех конвенций, хартий ООН и так далее. Так что, мировое сообщество это прекрасно знает, понимает, и то, что сегодня пока еще Алиев не призван к ответу благодаря покровительству своих ближайших братьев, друзей Владимира Путина и Эрдогана, это не значит, что это не случится в ближайшем будущем. Господин Господин, правильно я понимаю, что сегодняшние заявления это реакция на вчерашнюю встречу? Вы знаете, не только, и это в том числе, но я повторю, значит, реакция Соединенных Штатов, гневная реакция Соединенных Штатов во время сентябрьской агрессии, визит Филиппа Рикера и его строгий такой жесткий разговор с Алиевым, звонки Керен Доффрид, звонки Тони Блинкена с требованием остановить агрессию, обузданную агрессию. Многие страны, было обсуждение этой агрессии в Совбезе ООН, на Генассамблее, и многие страны уже пальцем указывали на Азербайджан как агрессор, страну агрессор, это и США, и Франция, и Великобритания, и Иран, и Индия. После этого были заявления Госдепа, после этого были заявления МИД Франции, были заявления президента Франции Макрона, и на носу 15 числа принятие резолюции в Сенате Франции с осуждением военных преступлений Алиевского режима и требованием введения санкций против Азербайджана. После этого будет обсуждение в комиссии по международным делам Сената США, так что все это вместе приводит вот этого барана Алиева в такое судорожное состав.